И плюс вот с этим тоже, что я рассказал, чувак, который тысячу часов отыграл и типа обзор сделал просто стим, ну вот этот индекс, что у него там что-то, ну один динамик стал, перестал работать. Ну это в принципе пофиг, да, там вроде есть миниджек, но все равно. А, и плюс у него, несмотря на то, что он там пытался аккуратно максимально там играть, не потеть и так далее, у него все равно там весь спот, все это говно впиталось на этой штучке. Ну типа да, на лбу у него, короче, все это говно скопилось, все равно. Пытался не потеть, забавно. Ну во время игр, да. И все равно она стала, да, дерьмово все выглядеть, такая вся пропотевшая потом и все остальное, а типа ее нельзя мыть там, стирать никак, там как-то очень аккуратно надо, короче, как-то. Диван, поворачивай сейчас, там люди. Ну короче, ее надо в идеале менять, а менять как бы, ну нету, блин, как самодельные эти там, приклеивать салфетки. У них это, у них в общем, ой, в этом, в свободном доступе, по-моему, чертежи вот этих вещей есть. А, не помню. Можно типа на принтеры напечатать, хотя если эта штучка мягкая, то я даже не знаю. Да, да, вот именно она мягкая. А еще проблема, это как в очках играть. Ну, у тебя есть очки. А, да, если очки тоже, я не помню, там кто-то что-то говорил, по-моему, про это. А, там, по-моему, как раз этот эффект решетки там сильнее. Типа, как на винце можно купить тегель, как варик. Ну блин, я не хочу в глаза себе что-то лепить место. Да нет, там, вроде кто-то говорил, что можно, просто там будет вот этот эффект решетки, или как он там называется по-русски, я не помню. Меш, или как он там на английском. Ну, короче, что решетка вот эти вот, пиксели вот эти видны, типа. А, ну можно попробовать без очков, я не знаю, почему. Для разрешения все увеличить, там очка. Не, там типа без очков, типа проблема основная у них VR. Ну, правда, она вроде не особо напрягает тех, кто не ищет ее, не выискивает. Типа, в игру погружаешься, и пофиг, что там видно пиксели, ну и что, блин. На старых телефонах тоже было видно, мне не мешало наслаждаться там играми и интерфейсом. На старых телефонах ты не играл в Half-Life. Ну да.